Зачем Иисус выбрал Иуду в апостолы? Знал ли Он заранее, что Он предаст его? Если знал, зачем выбрал, обрекая его на вечные муки? Я понимаю, что, скорее всего, Христа в любом случае распяли. Но зачем был избран Иуда в апостолы? Первая причина, о которой почему-то мы совсем не думаем, забываем. Вы когда-нибудь видели у матери тяжлобольного ребёнка? Посмотрите, что она делает. Всё, что можно делает. Всё. И плачет, и рыдает, и ищет всех врачей, и не знает, чего только делает. Всё, что можно. Итак, первая причина, почему Христос избрал Иуду. Чтобы сделать всё возможное для того, чтобы Он не погиб. Это была первая причина. Вот. Потому что Бог, в конечном счёте, есть любовь. Вот. И избрал это Бога-человек, Христос. И по своему человеческому, вот даже по своей человеческой природе, Он сделал всё возможное для того, чтобы это сделать. Вот. Это первое. Ну, второе, конечно, имеет большое промыслительное значение для церкви. Какое? Посмотрите, что может сделать страсть, когда она покоряет человека. Иуда же видел, увидел же, кто это был уже, что это был Мессия. И не мог преодолеть своей страсти. Понимаете? Случай-то какой! Тридцать сребреников можно получить! За что? Да ни за что! Слышите, что делает страсть? Ох, какое это научение! Тридцать сребреников, как мы должны понимать это! Вот она, духовная жизнь-то! Вот какова была и причина! И третье, если хотите, назову! Хоть и не хотелось бы, может быть, но назову! Уж так и быть! Этим сам Господь показал, что если уж среди двенадцати нашёлся такой, то знайте, знайте, что таковые будут и дальше! И об этом пишут апостолы. Вот так, что войдут в стадо волки, расхищающие это стадо. Вот третья причина. Чтобы этим не соблазнялись, этим, когда увидите волков в стаде Христовом, а знали, что, увы, без этого она не может просуществовать. Вы скажете, а почему не может? Почему не может? А вот почему. Приведу вам одну мысль святых отцов, и тогда всё будет понятно. Знаете, что святые пишут? Не было бы бесов, не было бы святых. Оказывается, вот эти бесов, вот эти соблазнители, эти иуды, эти предатели и так далее, нам, тем, я говорю, нам, то есть тем, кто хочет спастись. А они нужны. Почему нужны? А потому, что тот, кто неискушен, неискусен. нам полезно, нам полезно, чтобы мы себя познавали. Когда мы вдруг видим Иуда, и что мы делаем? Что мы делаем? Делаем то, что сказал один из святых, когда видишь, когда видишь павшего в грех, не осуждай его, а помолись за него. Помоги ему встать. так и здесь то же самое. Когда мы увидим, вдруг увидим, то мы должны не осуждать, как это мы делаем. Вы обратите внимание, что творится сейчас, я не могу просто. Всех осуждаем. Один я хороший, вы знаете? А сами все дрянь. Все. Все сверху донизали. Это просто какой-то кошмар. Все одичали, как звери буквально. Всех осуждают, не понимая того, что когда я осуждаю, тем самым, что я говорю, я хорош. Ужас какой! Какая гордыня! Какое безумие! Так вот, ещё одна причина. Господь избавил, чтобы показать, да, будут. Будут. Для чего? Для того, чтобы мы познавали себя. Кто мы? Когда мы, как лютые звери, осуждаем, надо не осуждать их, а молиться за них. Не валять его больше, а помочь встать ему. Чем помочь? Молитвами своими. Вот, оказывается, ещё одна из причин, почему Господь избрал и Иуду в число двенадцати апостолов. Молитвами. Спасибо. Спасибо. Продолжение следует...